Друзья, продолжаем. Друзья, продолжаем. У меня написано, вебинар не запланирован. Так, может какой-то сбой. Перегистрироваться, была дата 16 указана. Наталья, у меня 23 мая. Привет из Казахстана. Юрий Железов, здравствуйте. Все нормально. Здесь на ютубе тоже. Наталья, да, теперь видно. Всем добрый вечер, Курган. Вы еще там это... Ой, как посмотрела, как горит Курганская область. Стало жутко. Татьяна Федосеева, добрый вечер. А я почему ненавижу это? Вы знаете, мы не дошли до этого. Опять мне присылают эти ссылки, брат, с этих самых раскрученных, как они называются, страниц или каналах. И опять отрежьте эти, эти, эти и сожгите. Вот это слово «сожгите», оно как провокатора. А ведь он же от души советует искалечить дерево. От души. Его мучили, его мучили в это. Он не виноват. Но это должно быть установлено так, что однажды кто-то появляется на трибуне и говорит «забудьте слово «жечь траву», забудьте слово «жечь опавшие листья», забудьте слово «жечь отрезанные ветки». Но сколько можно-то? Всё же горит-то. Ведь миллионы участка, ведь не можно. Вот куча уже копится, 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 копится. Да ещё эта дурацкая система, всё надо отрезать. Ну, сгрёб всё, всё это, всю пищу из-под этих вытащил, из-под деревьев, всё. А теперь осталось «жечь», поджечь за одним всех соседей, всё это самое, полдеревни сжечь. А там наверху, ну, призывы бесполезны. Надо людей убедить с мозгами, чтобы он понимал, что он и просто сжигает. Он сжигает плодородие сада. Он сжигает будущий урожай. Вот тогда его можно остановить. А так он всё равно ночью проснётся и всё равно подождёт, пока эти самые спят инспектора пожарные. Так. Междуречерин – добрый вечер. Валентин – добрый вечер. Эльмира Башкирия – добрый вечер. Михаил – добрый вечер. Так, второй из всех. Ну, вы что, серьёзно, что ли? Ну, показывали. Ну, чтобы это было 23 мая. Боже мой. Я, знаете, Михаил, за что вас уважаю? Перед глазами фотографии. Там, вы на фотографии. Ящики с этими, с фруктами. Вот за что я вас уважаю. На всю жизнь запомнил. Казачинская приветствует всех. Владислав Сыктывкар. Господи, для меня это полярный круг, я ничего не путаю. Два дня снег идёт, температура до минуты двух. Ну, если уж такой наглость набрали, чтобы у полярного круга вращать деревьев, ну, терпите. Одевайтесь получше. Ну, что я скажу. Сам наречай. Вы поверите, что у меня за все годы было так. Нет, всё, отдыхаться не будем. Так, добрый вечер со Смоленщины. Леонид, привет. Гусева и Левьянова, добрый вечер. Владимир Башкирия. Свою ситуацию обрисую. Абрикосы начали свисти 27 апреля. И не причастливы цветы. Мне интересно, почему на сегодня почти на всех, имеющих завязи, очень плохое озеленение середины веток. Именно там, где образовывались завязи плодов. Да, что объяснять-то, Господи, что хотите. Вот, я и так знаю, что. Это ещё самая подлая вещь, когда абрикосы ещё называют этими колонавильными. Очень быстро. В Башкирии это не подарок. Вот, это, конечно, не Сибирь, но там бывает наоборот, короче. Вот, Сибирь, допустим, будет минус 38, у нас будет 45 или 40, и такое может быть. Вот эти самые такие моменты, происходит уничтожение. Они беззащитны чем? На штамме, да, я сейчас фотографии долго искать. Они, когда оголяются, вот смотришь метр, да. Годом раньше там были листики, там всё были, даже плоды были. А тут уже плодошение, и всё перешло на следующий ярус, на следующий год. А здесь сухая ветка, совершенно сухая, ничего нет. А эти сухие, все плодушки сухие. Вот, почему? Ну, извините, вы набрали снагности, у вас абрикосы башкирицы. Не положено им башкирицы, если. Вот. Не положено. И поэтому мало завязи, а просто плохое зеленение сельдинных веток. И никуда вы не дейте. И так будет всегда. Хотя это не исключает, что у вас будут, пусть не всегда, но через год у вас всё равно будут абрикосы. Ну, а зеленение всегда было плохое, и они оголяются. Вот. Красивая Кристина, всё участники. Слушайте, новичок попался, голубчик? Наш? Новичок, нет. Первый раз такой же аббревиатур. Шенеги. Ну, Павловский пишет, без ошибок, значит, наш человек. Так, Иван Мо, добрый вечер, Тетербург на связи. У нас похолодание, но заморозка на сих не было. Ночью плюс два-три. Повезло. Хотелось бы уточнить, какие из абрикосов, а, это снова вы, могут попасться в ассорти номер два. Ассорти номер два, значит, всё, пожалуйста, не знаю, что я даже это могу делать. Мы сейчас берём и набираем абрикосы. Так. А, нет, это ещё, это папки, а нам надо внутрь попасть. Так, 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 так. Сейчас, сейчас, документы. Так, сейчас мы ищем загадочное слово, загадочное, просто наград. Ну, я отвечаю на вопрос, тем более, новичок, новичков люблю, на них вся надежда. Те, кто всё знает, вот смотрите, вот с этих вот абрикосов, это была статья. «За загадочное сеянцев и жидкий абрикос». Это статья. Я всё время забываю, её надо тоже на аудио перевести. Но у меня есть несколько ценных фотографий. Вот эти. Это сам Ланджуис. А уже Вадикосик, помните, я говорил, то, что у Амулина, рядом Амур, он его опылил. Но не только Амур. Смотрим дальше. Вот это начались эти, те самые Ас-1, номер 2, в скобках расшифровываю, как каталоги, смесь сыновей Мажирского абрикоса. Это подошли к этому дереву. А с него уже, допустим, большая часть собрана под названием, это самое, ну, это без номера. Ну, к примеру, там, сын Мажирского абрикоса, номер 3. Это, правда, без номера. Вот дальше, значит, остается какое-то количество, они потом падают, а потом уже начинается уже это. Второе желание, я сам любитель загадок, я сам любитель, когда-то с лотерейный билет покупал, все покупали, дураков-то учат, только когда остаются с деньгами. И, я говорю, девчата, собирайтесь со всех подряд. Вот смотрите, значит, с этого могло быть, с этого, с этого, я уже так не вникаю, а это, кстати, опять патриарх, это не обращать внимания, с этого, самый сладкий, и он тоже в этой куче, вот, с этого, с этого, с этого, вот второй самый сладкий, с этого, видите, они все дети патриарха, да, но все равно все разные, обратили внимание. все кажется, а еще, а, вот это уже, я почти ученый, послушайте, какое крутое, и так могу, и так могу, и так могу, и так, пожалуйста, пожалуйста, чувствуете, что Амур, это, это самое, помог, опылить, чувствуете, все, дальше не буду, в общем, вы поняли, это смесь, сыновья, манджорская абрикоса, ответ, я бы мог просто сказать, но я не могу, чтобы вот так вот, подробно, это все, это, 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 не могу, идем дальше, вы спросили, какие-то абрикосы могут попасть, там никакого, все подряд, туда могут попасть, еще и Амур, и сыновья Амура, потому что, еще вот, самый момент, когда я говорю, собирайте все подряд, там туфты не будет, убедились, убедились, Алексей Виноградов, дарвель, Городничин, всем приветствую Москву, Челкунова, Светлана, каждый год подряд, гибнут все цветочные почки на абрикосах, вот так, как я порассказывал про Саратов, если это засыхает, остаются единичные цветочки, с чем оно связано, то есть, с кем скажут, вы подробнее меня, дело в том, что я различаю свои, и все остальные, если мои, это надо изучать, если это просто, где-то в Тверской области, вот помните же, тот же самый Тверской питомник, где фотографии почему-то не ихние, а большинство, каталки есть, а фотографий нет, и не поймает за руку, вот, а гибнут все цветочные почки, допустим, это с Молдавии, допустим, это с Турции, допустим, это с Сербии, допустим, это с этого, с Голландии, они обязаны гибнуть, другое дело, что, если это мои, так, и каждый год абрикосы, значит, у вас все они попадают, или под заморозки, так, зимой заморозить их невозможно, если мои, то есть, только заморозки могут повредить, и получается, надо бы как-то утащить, там внизу, где-нибудь, допишите, ваши, не ваши, а там будем думать, соловьев, может ли использовать, как черенки для прививки, то, что мы обрезаем, прививки, пересадка, инпус-эндвест, вот, можно, но как, вот жалко, я сейчас не смогу, да и время не позволяет, идет третий час, люди устали, значит, смотрите, я это делаю как, вот у меня, допустим, абрикосов на пересадке, я могу обрезать, а допустим, прирост 1 метр, я могу отрезать ровно половину, если корни хорошие, если он горшки, так, и получается, это верхний пол, я отрезаю, но у меня бывает как, я хочу, разложить именно этот сорт, а он, однолетний побег, я спокойно, не задумываясь, оставляю 6-7 почек ему на рост, а все, что больше отрезаю, у меня в руке получается, не от метра, сантиметров 70, понимаете, 80, и вот тут-то я могу позволить себе, и одну, и вторую, и третью привыкнуть, подчеркиваю, нижняя полная ветка, это полноценная, верхняя выбрасывается половина, то есть от метра, полметра выбрасывается, полметра на привык, и здесь, ну, как бы сказать-то, нет под рукой ничего подходящего, чтобы я вам это все показал на фотографии, но сам смысл вы поняли, просто надо, чтобы все-таки и пересадить, и не выбросить, то, что отрезали, а я говорю, отрезать он обязательно, вы отрезаете его не половину, а три четверти, а то, что остается, все-таки ценность ветки, тоже велика, а то, что останется, вот такой саженец, и ничего, он еще лучше приживется, так, смотрите, задержка плодношения будет, если привать черенки с неплодносящих абрикосов, если черенки брать с неплодносящих абрикосов, то плодношение будет нормальные сроки, это заметно угрожа, ну что, мотаю на ус, я такого не замечал, Сергей Кузнецов, вы, скажите, как быть с поливом, только начали сходить ваши абрикосы, с дождем проблемы, земля сухая, так это все про меня рассказали, только-только начали сходить абрикосы, персики, только-только, и Майжевские орехи, только-только, уже когда он вообще сроки выше, дождей не было, вот, что я скажу, поливом водой колодезной, мы только позволяем им не умереть от зазвы, и ждем дожди, именно дожди, именно дожди симулирует прорастание косточек, вот, и земля сухая, дождем проблемы, как быть, поливать ручками, ручками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова